Сегодня у нас суд гильдии, сегодня у нас разбор ваших работ, и перед тем, как перейти к разбору, я расскажу о себе, может быть, кто-нибудь меня не знает, и вообще, если есть новенькие у нас на трансляции, кто видит меня в первый раз, обязательно напишите об этом в чате, чтобы мы знали. И для тех, кто меня вдруг не знает, я представлюсь, меня зовут Марина Козловская, я архитектурный визуализатор, в нише уже 9 лет, я выполнила тысячи коммерческих рендеров чеком за 2000 долларов и выше, мой рекорд по скорости это 5 часов за один коммерческий рендер, причем не какой-то там быстро собранный непонятный интерьерчик, а именно такой полноценный рендер тоже за 2000 долларов. Я кофаундер школы Архитич и маркетплейса Unreal Shop, это модели для Unreal Engine, я работала со странами Новой Зеландии, Австралии, UK, США, Европа, СНГ, сейчас я в основном работаю с Новой Зеландией, Австралией и UK, и я создатель гильдии искусств. Также я работала в лучших студиях мира, 3 года я проработала в студии Quantum 100 и 2 года в студии Build Media, что особенного в этих студиях, почему я говорю, что это лучшие студии мира? Студия Quantum 100, у них очень высокое качество, что называется high-end, и они очень сильны в стайлинге и дизайне, то, как они делают это на рендерах, не каждый дизайнер может сделать. А Build Media, они передовые в Unreal Engine, они первые начали там делать такие вот хорошие проекты, и до сих пор они лидируют на рынке, и у них такие прям из Австралии крутые всякие проекты с крутым дизайном, ну вот такие прям дорогостоящие, очень круто. И обе эти студии, у них обороты миллионы долларов в год. Я и Стас, мы резиденты Новой Зеландии и Англии, я всегда об этом рассказываю на трансляции, потому что мы смогли этого добиться только благодаря ниши Archviz. К миграции можно прийти разными путями, но именно через Archviz такой вот оказался путь для нас очень такой smooth, очень прямой, быстрый, без каких-либо проблем по сравнению с тем, как другие люди переезжают. Поэтому это вообще офигенная профессия, я буду ей всю жизнь благодарна за вот эти вот наши переезды. И более того, вот мы 6 лет прожили в Новой Зеландии, сейчас мы более года живем в Лондоне. У нас вот этот наш опыт из Новой Зеландии, это не так, что из-за того, что мы резиденты в Новой Зеландии, нам тут взяли, так легко сделали визу в Англии. Мы ее делали точно так же и с российским паспортом, все тот же пакет документов был, то есть тут у нас не было никаких там послаблений из-за того, что мы из Новой Зеландии. У нас, то есть у нас нету паспорта новозеландского, поэтому это вот наши такие достижения по миграции чисто вот благодаря тому, что мы профессионалы в своей сфере. Идем дальше. Сейчас мы непосредственно переходим к разбору ваших рендеров, которые вы прислали, и перед этим я хочу вам сказать, что ошибки это ваши точки роста, поэтому не обижайтесь, если я там кого-то критикую, кого-то там подкалываю. Все, что я вам скажу, чем больше я плохого скажу о вашем рендере, на самом деле, тем лучше для вас, потому что это будут для вас такие точки роста, вы от этого будете делать намного лучше, вы поймете вообще, что не так в вашей работе. Поэтому отнеситесь к этому с благодарностью, и вы будете становиться только лучше и лучше от таких замечаний. Ну что, поехали. Итак, первый рендер у нас. Я вижу, что такой стандартный СНГшный дизайн. Я делала такого плана тоже проекты, вернее, ну тут еще даже такой неплохой проект. У меня были проекты, когда там была не одна вот такая роскошная люстра, а три. Вот, поэтому, ну, дизайн, там, скажем так, на любителя, но тем не менее, что у нас здесь такого в этом рендере? Мне абсолютно непонятно, какого размера это помещение. То есть тут у меня претензия к камере. То есть камера поставлена недостаточно информативно. То есть мне неизвестно, это просто узкая такая спаленка или у нее там есть какой-то простор. Мне, как заказчику, ну, короче, это недостаточно хорошая подача моего пространства. Ну вот тут именно по камере дизайн, ну, мне как бы не нравится, но я понимаю у всех там разные вкусы на этот дизайн, но идем дальше. Ну, кстати, свет тут, конечно, можно было бы сделать лучше. Тут тоже он такой слишком просто заполняющий и все, недостаточно интересно. Здесь, переходим к этому рендеру, здесь у меня сразу бросилось в глаза вот это кресло. То есть у вас тут такая как бы планировка, что, короче, выглядит недемократично. Выглядит так, как будто у вас есть какой-то там такой важный человек, важная персона, для которого выделено отдельное место в центре. Вот он будет сидеть в центре, а вот остальные люди будут просто по бокам на него глазеть. И более того, несмотря на то, что он такой крутой, для него есть отдельное кресло. Это кресло почему-то повернуто куда-то в сторону, то есть он недостаточно как бы крутой, я не знаю. Вот это странно выглядит. И вообще я заметила какую-то в последнее время моду на какие-то повернутые предметы мебели на рендерах. В каких-то случаях это работает, там чуть-чуть повернуть стул там или как-то, но вот, например, здесь вот такой поворот, он не оправдан. Он ничего не подчеркивает, он не рассказывает никакую историю, он просто как бы, просто странно выглядит, что есть поворот. Поэтому я не вижу смысла здесь было делать поворот и вообще ставить это кресло, потому что по логике это выглядит, я повторюсь, странно, как будто бы для какого-то избранного человека. Также вот по кадру тогда бы уже этот ковер был бы обрезан, либо уже бы тогда с полом показали, ни туда, ни сюда вышло. Потом почему-то нету на потолке вообще никаких источников света, но я имею в виду вот просто самую модель точечника почему-то не проставлены, не знаю почему. И здесь уже чисто по эргономике есть вопрос, вот это вот такая вот этот артворк, он рельефный, и получается, что если человек сюда садится, он как бы, ну там, ему будет некомфортно, он может теоретически стукнуться вот здесь вот где-то. И слишком близко стоит вот эта лампа, ну вот, короче, вот эти вещи. Идем дальше. Здесь я вижу, что проект сам по себе хороший, тот редкий случай, когда архитектура у проекта привлекательная, что все визуализаторы вечно жалуются на то, что там недостаточно интересные проекты, там даже независимо от того, там в СНГ вы находитесь или нет. Но тут я вижу хороший проект, интересная динамика на фасаде, но при этом, и я при этом вижу, что у человека нормальный уровень вполне, но при этом вы вместо того, чтобы подчеркнуть вот эту архитектуру, сделать акцент на этом здании, вы почему-то делаете акцент на дороге и на том, что зима. То есть здесь главное в картинке выходит вот это вот место, оно занимает почти половину картинки. Вот эта дорога, быстро несущиеся машины, снег, вот это вот все, хотя такое классное здание. То есть тут явно проигрывает ваш заказчик тем, что недостаточно хорошо вы показываете его архитектуру. Еще вот эти вот места, где аренда предполагаемая, да, они показаны недостаточно профессионально. Если бы я работая в студии, вот такие бы там понаделала бы фасады, мне бы просто сказали до свидос. Вот, они, ну такие как бы не вызывают желание там арендовать вот это вот наполнение, над этим тоже нужно заморачиваться, тоже там нужно продумывать, чтобы это выглядело красиво издалека, вот эти вот все вещи для потенциальных арендодателей. То есть тут, ну вот именно такие вот вещи по сценарию самого рендера, по сторителлингу, они выполнены плохо. Хотя, я повторюсь, архитектура классная у проекта и видно, что у человека уровень тоже нормальный, в общем-то. Но, ну вот чисто логически вот такие ошибки. И вот эта вот очень черная сторона вышла. Идем дальше. Здесь у меня вообще вопрос, это в Максе сделано или где это сделано, потому что я вижу вот это, фрейминг вот этого дерева, он просто 2D. Он просто вообще, ну вот непонятно, как это дерево сделано, просто на плане что ли. Ну, короче, у него нету даже геометрии. Трава тут тоже какая-то и не газон стриженный, и не вот какой-то такой вот пейзажный стиль, когда у нас такой естественный вид растения, ни то, ни другое. Тут вот что-то вообще странное происходит у каждого дерева. Вот это, я не знаю, то ли камень там торчит острый, то ли что. Вот это вот очень странно выглядит. Потом вот здесь нету материала вообще на дороге, со стеклом что-то происходит очень странное. А то ли это отражения такие, то ли у вас там с геометрией, непонятно что. Короче, такой прям начальный очень уровень. Так, сейчас я проверю, все ли у нас хорошо. Да, вроде бы все хорошо. Следующий рендер здесь вообще-то не архвиз, да, как вы видите, это такое как бы промышленное, промышленный такой объект. Но, тем не менее, можно было бы сделать его повыразительней с помощью колоргрейдинга и как-то вот глубже сделать, вот контрастнее. Вот эти вот цвета, вот эти вот сами окружение, можно было бы вот колоргрейдингом это чуть получше вытянуть. Но это не архвиз, поэтому тут вот сложно это комментировать. Но можно было бы показать лучше за счет освещения, за счет колоргрейдинга. Вот это. Тут опять у меня претензия к камере. Непонятно, что показываем. Зачем на переднем плане столько вот кусков, там вот один диван или кресло, тут второй. Зачем это нужно на переднем плане? При этом здесь вот все узко, вот это кресло стоит прям в столик. Представьте, что у вас сядут люди, вот сюда сядет человек, сюда, 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 сюда. Они просто не поместятся, они будут коленками стукаться в друг друга, это ненормально. Тут, короче, много каких-то элементов, всего понатыкано подряд. Даже если там это дизайн такой, все равно логика должна быть в эргономике хотя бы. И сам кадр мне не нравится, потому что все очень тесно, на переднем плане тоже непонятно что. Ну и, конечно, с точки зрения дизайна, на мой вкус, вот эти вот очень яркие все здесь вещи. Здесь такой, как бы, скучноватый рендер, довольно тоже необычно, что вообще вот эта вот часть комнаты рендерится, чисто она. Ну ладно, здесь можно было бы это освежить как-то освещением. Оно такое тут достаточно просто заполняющее, поэтому вот тут можно было бы по освещению сделать интереснее, несмотря на вот такое вот аскетичное само пространство. Здесь, здесь вроде бы тоже у человека хороший уровень, но тоже непонятно, что у нас главное в картинке. Газон или деревья? То есть вот ваш проект, вот это здание, оно теряется. О нем вообще очень мало информации мы получаем, вот когда мы смотрим на этот рендер, у нас там его габариты недостаточно видны, недостаточно понятна функциональность, не видно вообще истории этого пространства, что там происходит. Короче, просто больший акцент на деревьях, на вот сам лук, вот это просто теряется где-то, такой вот маленький получается какой-то домик, как будто эта картинка вообще не о нем. А мы все-таки занимаемся архвизом. Дальше, здесь такой тоже стандартный СНГшный дизайн. Жалюзи вот есть, такая вот тоже, нам непонятно, что там за окно, то есть пространство тоже недостаточно раскрыто. Подсветка, вот много подсветки, при этом у нас день, и одновременно у нас и подсветка, и день, вот эти вот моменты не очень. Ну, ну и там к дизайну вопросы, понятное дело, но, ну, может быть, такой был заказ. Вот, но здесь можно было бы светом улучшить эту работу, и камеру бы получше можно было поставить. Тут у нас тоже хороший уровень у человека, хорошая, вот эта вот вся растительность хорошо показана. Мне не нравится здесь цвет неба. Вот он слишком такой прям какой-то сине-зеленый, вот это, вот это мне деталь не нравится. И еще слишком сильно, вот деревья перекрывают фасад, тоже немножко здание теряется, а так неплохо. Тут у нас унылый колоргрейдинг. Архитектура, понятно, что она такая, но этот же проект можно было бы показать намного лучше, намного более продающим. Здесь у нас именно такое грустное какое-то освещение, грустный вообще сценарий. Вот это газон у нас на всю картинку, при том, что он, вот-вот здесь он вылазит за бордюр, то есть неопрятно. Зачем так делать? На картинке все должно быть опрятно, потому что это продающее изображение. Материал дороги тоже, тоже недостаточно хорошо показан. Небо мне не нравится, слишком тяжелые эти тучи, ну вот такое, как бы тяжелое. Тут можно было бы сделать освещение намного более приятное и колоргрейдинг тоже самое. Ну и мне не нравится сама композиция, сам кадр мне тоже не нравится, тоже слишком много показано того, что неинтересно. А преимущество проекта, наоборот, не раскрыто. Здесь у нас такой проект, не знаю, он просто по референсу сделан или как, такой, как бы редкость для реального проекта именно вот такая локация. Но, тем не менее, давайте рассмотрим. Мне не нравится здесь материал дерева, он какой-то плоский. Можно было бы намного лучше проработать вот эти материалы, что дерево, что черепицы. Они выглядят очень плоскими. Вид вот этот немножечко-немножечко фонит задний план вот этот и растения. То есть тут нужно было лучше поработать с цветом и с постобработкой. А так в целом нормально. Здесь, здесь мне абсолютно не нравится камера. Ну вы как заметили, вообще очень у многих проблемы с камерой. Здесь мне не нравится камера, потому что мы показываем просто вот этот вот угол. Очень мало всего видно, буквально вот эти двери. Тут у нас вот этот вот проигрыватель, такое ощущение, что он сейчас свалится, потому что он на краю как-то стоит. Он недостаточно там места вообще для него. То есть тут вот такие всякие есть косяки. И еще, например, вот этот цветок стоит. Сразу вызывает вопрос, можем ли мы открыть окно, если там стоит этот цветок. Вот здесь вот по стритейлингу вопросы, ну там по дизайну понятно, но и вот камера сама стоит неудачно. Идем дальше. Здесь, здесь с освещением проблемы. Здесь мы могли бы сделать тогда... Ну в общем тут получилось как-то одновременно у нас и дневное есть освещение, и искусственное. И вот они и то, и то включено, и выглядит из-за этого негармонично. Но, по-моему, вот человек вот этот с этим рендером, по-моему, вот ты идешь на гильдию искусств, поэтому тебе я отдельно все пропишу по вот этому рендеру. У тебя будет все офигенно, будет обратная связь. Ну и с тобой мы, естественно, поработаем и над тем, чтобы были... Вот было освещение хорошее, и по камерам ты, естественно, там все разберешься, как это делать. Так что ты не переживай, все будет нормально. Здесь, здесь такой хороший, в принципе, уровень у человека, но тут у меня тоже вопрос к камере. Если это дополнительная камера к уже отрендеренному проекту, например, у тебя там есть рендер вот этой кухни отдельно, есть рендер... Ну или вот этой всей Dunning Air вместе там, да, все показано, и ты делаешь дополнительно вот такой кадр, то это нормально. Но если это главный кадр для твоей кухни, то он недостаточно раскрывает пространство, он недостаточно информативен. Здесь очень многое обрезано, тут непонятно, что за окна, что за двери, вот это вот должно быть раскрыто. Потом вот эти светильники, тоже если их зажечь, они будут, как они там будут, что освещать, тоже там, если они по расстоянию нормально выходят за пределы вот этой вот полки, то нормально. Если нет, то тоже нужно продумать, что они там освещают и как это выглядит, когда они включены, чтобы все было логично. И тут на переднем плане, в принципе, ну вообще все подобрано хорошо, мне нравится по цвету, как подобрано, ну вот сами детали мне тоже нравятся. Но вот тут немножко странно, что цветы стоят вот для этого человека, для этого стоит графин, тогда бы уже что-то, что-то может быть одно бы оставить. То есть такие тут больше... Ну вот основная претензия здесь по камере, так неплохо. Здесь тоже, я не пойму, это вообще сделано в 3D Max или в Lumia, нигде это сделано. Тут я не понимаю, что это за здание, что за заказ вообще. Тут вот лошадь стоит, человек стоит один, здесь машина едет, внутри помещения ничего не видно, я не знаю, что там. То есть оно прозрачное, вот что-то мы там видим, но мне совершенно непонятно, это здание, это вот будет жилое, это residential там какое-то вот здание на природе, либо это будет выставочный павильон, либо что это такое. То есть функция непонятна, не похожа на какой-то реальный заказ, слишком концептуально, потому что не хватает деталей. И color grading мне не нравится, слишком вот такое синюшное небо, и вот здесь слишком черные тени. Дальше, здесь неплохой дизайн на этом рендере, тут можно было бы улучшить освещением и color grading, можно было бы эту картинку сделать еще лучше. А так, в принципе, неплохо, неплохой уровень, неплохой дизайн, но вот над освещением можно поработать. Дальше, вот этот рендер, тут он вечерний, но при этом какое-то здесь странно, какое-то солнце при этом светит вот тут, вот при этом небо уже темное, тут с освещением не пойми что. Вот это вообще черного такого абсолютно оттенка, вот это все, мы просто проваливаемся туда, то есть вообще непонятно материал, потому что он настолько черный, так сильно нельзя делать такие прям черные места на картинке, это чересчур так нельзя делать. Здесь почему-то размытое дерево, вообще мне непонятно зачем, мы размываем либо машин, либо людей, деревья, я не знаю зачем показывать, типа оно там трясется или что, это абсолютно лишняя деталь. Поэтому вот здесь вот нужно было бы вот над этими вещами поработать и как-то что-то у тебя с материалами, у тебя тут нету отражений. Отражений, отражений вообще, что на окнах их нет, что вот на материале фасада их нет, короче, будут проблемы со светом, с отражениями, ну вот с масштабом деревьев тоже вопросы кое-какие есть, но в основном здесь проблемы материалы, свет, ну и вот это вот. Здесь у нас тоже грустный колоргрейдинг, все такое серое, синее, непродающее. Потом ландшафт у нас тоже очень показан бедненько, очень скудно показан ландшафт, короче, не подходит для продающей картинки, это вообще никак. Камера, камера вот мне тоже не нравится, кадр вот такой вот какой-то смещенный, вот здесь вот, вот эта часть как бы показана, здесь при этом очень узко и такой угол ни туда, ни сюда, поэтому здесь проблемы и с камерой, и с ландшафтом, и с освещением, и с колоргрейдингом. Вот тут над этим всем нужно прям хорошо работать. Идем дальше. Смотрите, я сейчас уже посмотрела ваши все работы, и что я хочу сказать. Вот я смотрю ваши рендеры на разборах, смотрю на марафон, вот марафоны недавно провела, тоже видела, как ребята справлялись с этим. На просторах интернета я смотрю работы, и я вижу у всех один и тот же набор ошибок. Вот то, что делает ваш рендер непрофессиональным. У большинства унылый колоргрейдинг. Я тоже когда-то делала унылый колоргрейдинг, это нормально. Потом я познакомилась с австралийско-новозеландским стилем, и поняла, как вообще делать сочную, красивую картинку, которая вызывает приятные эмоции, желание оказаться в этом комплексе, и вот именно желание купить. Потом, абсолютно тоже у большинства проблемы с камерой. Не умеете ставить ракурсы, не понимаете, что нужно показать. Какие-то вот все время странные углы, ни туда, ни сюда. В общем, кадр невыразительный. Тусклое освещение тоже вот у многих. И сейчас мы смотрели, и так я вижу, что не умеете ставить свет так, чтобы он был продающий. Отсутствие стайлинга как такового. То есть тоже некоторые дизайнеры, некоторые визуализаторы считают, что они не должны вообще уметь делать какой-то там стайлинг или что-то, что это должны дизайнеры делать. Профессионал, именно хороший, должен уметь делать стайлинг тоже. Если вы работаете с большими проектами, с девелоперами, с зарубежными заказчиками, вы должны делать стайлинг тоже и должны в нем разбираться, чтобы там вам, даже если дизайнер даст задание, чтобы вы его выполнили грамотно, чтобы там не было никаких косяков, никакой туфты там странной. Ну и вообще, чтобы если вам дали проект без дизайна, что у девелоперов бывает очень часто, чтобы вы с ним справились достойно. Также я заметила, что бывает, проект преподнесен на отвали. То есть вы, как визуализатор, не заботитесь о своем заказчике, чтобы его вот эта картинка, она была продающей, потому что архитектурная визуализация — это часть маркетинга. Это не так, что вот у нас там есть геймплан, у нас там есть развертки, там еще что-нибудь, разрезы, и вот визуалки — это просто вот все какой-то пакет там чертежей и так далее. Нет, архвиз — это именно маркетинг, именно продающая часть, и вы должны заботиться об именно вот этой вашей зонной ответственности, чтобы у заказчика была крутая работа, чтобы он смог там вот этот дом свой, этот комплекс, чтобы он его продал, чтобы это все окупилось, чтобы ему за это пришли деньги, и он мог платить вам. Вот об этой цепочке все и должны думать. И, в общем, непродающее качество, ну, это как бы совместно вот эти все вещи, когда мы рассматриваем, и color grading унылый, и свет, то, что не такой, и когда кадр непонятно что показывает, вот это вот все такое выходит, непродающее качество. И довольно часто непродуманный сценарий картинки. Это прямо очень многих, причем не только в СНГ. Вот Австралия, Новозеландия в этом сильны в сценариях и в сторителлинге. Остальных стран бывает вообще что-то очень странное происходит на картинках. Я вот вам всегда говорю, когда у вас есть косяки со сторителлингом, вот мы сейчас на разборе это уже с вами видели. И вот это вот все, вот эти все ошибки, они вас приводят к таким ситуациям, что у вас, допустим, может быть мало заказов, или может их вообще не быть, или у вас есть заказы, но они вам не нравятся, или у вас нет новых заказов за более высокий чек, нет крутых заказов, или вам тяжело цену повысить, вам могут не доверять из-за этого крутые проекты. Зарубежный рынок, когда вы начинаете туда выходить, вас почему-то не выбирают. То есть именно из-за всех этих вещей на зарубежном рынке особенно ваше портфолио может проигрывать. Ну и, соответственно, в зарубежной студии тоже далеко не всех возьмут, а особенно с таким портфолио, естественно, там могут посмотреть на это все и просто сказать нет. То есть это все ведет к тому, что у вас конкурентоспособность низкая, если вы продолжаете делать вот этот вот сет ошибок одинаковых, вот этих, что я говорила, у вас там может быть слабое портфолио. Или тоже такой вот пример, когда нам со Стасом часто обращаются ребята и говорят, ну что, у вас же там заказы есть, дайте мне, пожалуйста, заказ. У меня всегда возникает вопрос такой, а с чего ты вообще взял или взяла, что ты справишься с этим заказом, что у тебя достаточно навыков. Поэтому мы вообще, когда даем заказы, мы их, как правило, даем своим ученикам. Потому что у нас была куча ситуаций, когда даешь человеку заказ, причем у человека может быть даже портфолио хорошее. В основном оно сделано, когда по референсам, оно выглядит, в общем-то, хорошо. Но ты даешь человеку реальный заказ, а там все, человек не может справиться, и просто сиди за него переделывай. Вот такие ситуации, они часто бывают, поэтому я как бы понимаю заказчиков, понимаю вот людей, которые оценивают ваше портфолио, понимаю, почему они могут сказать нет. Потому что сама тоже бываю в такой ситуации, когда кому-то что-то делегируешь, а там абсолютно не то, что хотелось бы, еще и потом приходится за человека переделывать. Поэтому вы можете годами вообще вот так вот стоять на месте, не развиваться, отрицать там, что у вас есть эти ошибки, или не замечать этого, или там не осознавать этого, не придавать этому значения, типа, ну что, у всех такие же рендеры, чего такого. Но вы как бы можете так рискнуть просто остаться вот на той же абсолютно позиции и отстать там лет на пять, например. А можно развиваться, можно прокачивать и себя, и свое портфолио, и свои навыки, и как-то переживать ваших конкурентов, быть хотя бы там на несколько шагов впереди. Вы можете работать именно профессионально, учитывать вот все эти вещи, о которых я говорю, там, наладить ваше освещение, подумать о вашем клиенте, о том, как делать колоргрейдинг, оставить камеры, вот все вот эти вещи разобрать. И вы сможете тогда выходить на зарубежный рынок, вы сможете тогда повышать чек за ваши услуги, даже если вы там работаете за квадратный метр, да, такое бывает часто в СНГ, если вы свое качество повысите, вы можете и этот ценник повысить, даже если вы за квадрат работаете. Хотя у меня такая философия, что нужно работать за картинку. То есть я давно уже этого придерживаюсь, еще там, находясь в СНГ, я уже работала с зарубежными заказчиками только за картинку, потому что я считаю, что под каждый ракурс мы проделываем такой большой пласт работы, соответственно, он отдельно оценивается. и за это должны отдельно платить. Даже если это экстерьер, и мы там показываем с одного его угла, потом с другого, все равно это под каждую камеру мы делаем определенную работу. И вы можете получать интересные и крутые проекты, когда вы прокачаны, когда вы именно развиты как профессионал, когда у вас есть в портфолио сильные работы. Вы можете работать в лучших студиях мира, вы можете получать крутые заказы. Все это возможно в нашей нише. Это тот путь, который можно пройти. Это не что-то такое заоблачное, что вот если вы там находитесь в СНГ или там в какой-то такой ситуации, если вы еще новичок, это не значит, что вот вы всегда должны вот так вот стоять на месте, делать вот эти вот ошибки. Вы все можете, вы можете пройти этот путь. Это реально. Вот, например, мне удалось это сделать. У меня не всегда был высокий уровень. У меня тоже были ошибки и с камерами, и со светами, и с колор-грейдингом. И вообще и проекты у меня были ужасные. Как сами заказы были ужасные, так и сами рендеры были ужасные. То есть я это все проходила. Это абсолютно нормальная часть развития, что такое может быть. Но в данное время я уже не ищу даже новых клиентов, потому что мне хватает тех, что есть. Мне часто пишут сами люди на LinkedIn, на мой email, даже в Instagram мне пишут, хотя я там вообще себя никак не презентую как артист. Он у меня больше как я блог веду. Но, тем не менее, меня и Стаса бывают прям люди, находят и там, и сям, и хотят поработать, хотят вот с нами сделать проекты. Я работала в лучших студиях мира. То есть у меня получилось и устроиться, и портфолио подкрутить, и вот весь этот путь я смогла пройти. Я не работаю за низкий чек, я не работаю за квадратный метр, как я уже сказала. И более того, вот эта вот вся моя профессия, она еще и способствует тому, что я могу жить в разных странах, что мне очень нравится. Я сделала тысячу рендеров чеком более 2000 долларов. Вот сейчас я вам покажу парочку из них. Вот все вот эти рендеры, что вы видите, каждый из них стоил больше 2000 долларов. Каждый. И здесь стайлинг, вот вы если посмотрите на стайлинг на этих рендерах, вот на стори тейлинг, на камеру, то есть вот этот стайлинг я делала полностью сама. То есть у меня не было никакого дизайнера, который сказал бы, вот поставь именно вот эту вазу, именно вот эти кресла. Все я делала сама. Я все это подбирала самостоятельно. Вот еще проекты. Тут вы тоже можете посмотреть и стайлинг, и освещение, и композицию. Вот тут вот тоже, то есть вот это все подбиралось мной самостоятельно. То есть это была полностью зона моей ответственности, сделать именно такой вот дизайн, такой стайлинг, правильно сказать, такое настроение у картинок. Вот еще примеры. То есть тут вот можете посмотреть, насколько все гармонично, насколько освещение такое динамичное. То есть именно, мы видим именно настроение у картинки, именно положительное настроение. И это вот все влияет на то, чтобы эти картинки продавались хорошо, чтобы проекты были у заказчика, чтобы они окупались как можно быстрее. И я лично общалась с клиентами, кто платит эти чеки. Я их видела. Я продолжаю с ними общаться. И сейчас я знаю, за что они платят, почему они платят. И, конечно, я знаю, что далеко не каждый визуализатор вообще может такие услуги предложить. Потому что очень у многих вот эти вот все проблемы, о которых я говорила, что не понимают вообще, что главное в картинке, не понимают вообще, за что деньги платятся в архвизе. И я весь свой опыт готова передать. У меня есть гильдия искусств, куда я вас приглашаю. И здесь вы научитесь работать профессионально. То есть вы узнаете, что именно важно для рендеров, что именно на них такое нужно показывать, чтобы они становились продающими. Подробно рассказываю, как ставить камеры. То есть у меня там прям есть готовый сценарий для этого. То есть там максимально подробно, чтобы у вас не оставалось вопросов вообще, как это делать. По стайлингу я тоже разработала там целый язык, целую азбуку. То есть я прям логически это все распределила, как можно, ну, вот такие вещи, как стайлинг, объяснить. Потому что это такое, что это как бы типа как рисование, что как ты можешь это объяснить. Но я именно логически это все разобрала. Также я вас научу, как ставить свет в профессиональных студиях, как вот мы это делали. И более того, это очень быстро. Это не что-то такое, что вы там сидите весь день и думаете, как бы так красиво сделать свет. Или там какие-то такие невероятные настройки вы делаете, что вот у вас в итоге наконец-то красивый свет получается. Для реальных условий вот это вот все, такая кропотливая работа над каждой картинкой, она нецелесообразна. То есть вы не можете зарабатывать, если вы с таким подходом работаете над каждой картинкой. Вы все должны делать быстро и качественно. Соответственно, у вас должна быть система на это. И вот эту систему я как раз рассказываю на гильдии искусств. Вы, безусловно, перестанете делать вот эти всякие ошибки и в сценарии, и в стори-тейлинге, потому что вот этому я тоже удивляю большое внимание. И, конечно, вы сможете увеличить свой чек, потому что у вас, ваш подход, он будет не какой-то обывательский, он будет профессиональный. Вот, обратите внимание, это скриншот из сайта One to One Hundred, где работала вот этот проект, над которым я как раз работала. Вот этот скриншот со студией Гэбриэл Сондерс. И вы видите, что они пишут, вот он указан, какая была работа сделана над проектом. Указано, что были сделаны рендеры и указано, что был сделан interior styling. То есть это часть работы. Здесь то же самое, было указано, что вот interior design, что они это сделали. То есть styling делают именно топовые студии, топовые визуализаторы, ну вот если кто-то на фрилансе работает, это вот именно такая услуга для топовых проектов, и именно тогда вы можете как раз просить большой чек, потому что вы в себе вот сочетаете этот профессионализм и как визуализатор, там вот это все технически, но вы еще и можете делать styling. И почему я вообще хорошо разбираюсь в styling? Потому что я работала в студии в Манты Ван Хангри, где styling это вот их такая фишка, они очень сильны в нем. И я еще к тому же делала styling, вот одна из лучших я была в студии. То есть там все, в общем, умеют хорошо делать styling, но вот мне это удалось сделать лучше других. То есть там у нас было парочку человек, кто лучше, и я вот входила в это число. Поэтому мне давали хорошие проекты в студии, и это вообще всегда было моим преимуществом и вот такой дорогой к хорошим, таким вот высокооплачиваемым проектам. И этот навык я, безусловно, конечно же, использую до сих пор на каждом рендере, потому что это уже такое для меня что-то базовое. Что такое styling? вообще в архвизе, потому что я заметила, люди смущаются, не совсем понимают. Вы должны понять, что это не дизайн интерьера. Вот, например, в дизайне интерьера, там, если вы на курсах его проходите, или вот вы там работаете как-то, вот там прям развивается дизайн-проект, пакет чертежей вот этих, там, электрика, там, вот эти все материалы, там, пола, куча, в общем, деталей, куча работы. Это не то. Styling в архвизе это работа конкретно с мебелью, с декором, с цветом. То есть, тут мы работаем с исходным помещением и делаем его максимально красиво, максимально выгодно его показываем на рендере. И мы делаем это под ракурс. То есть, это такая, вот, стайлинг в архвизе, он конкретно, то, что я рассказываю на гильдии искусств, это конкретно для архитектурных визуализаторов. Это не просто какие-то абстрактные знания по стайлингу или по дизайну интерьера, которые там есть на просторах интернета и вообще это везде, там, или там курсы можно пройти какие-то. У меня чисто уникальная инфа по стайлингу для архвизеров, потому что кроме меня это никто не рассказывает, потому что ни у кого нет такого опыта, как у меня. без ложной скромности заявлю. Соответственно, вот только у меня на гильдии искусств это есть. То есть мы там не меняем планировку, не делаем план электрики, вот это вот все там не подстраиваем под конкретного хозяина вот смысл там пространства. Мы вот чисто работаем с конкретными вещами, мебель, декор, цвет. Иногда нужно придумать материал там полу или кухне, если вдруг у вашего заказчика этого нет, но когда вы хорошо вообще владеете стайлингом, для вас это не проблема абсолютно. И вообще я считаю, что если вы занимаетесь архвизом профессионально, если там это не какое-то у вас абстрактное хобби, то вам, безусловно, нужно прийти на гильдию искусств, потому что это уникальный продукт, то есть без этих знаний вам будет сложно выдерживать конкуренцию, потому что я такой, можно сказать, трендсеттер, что я раскрываю в этом продукте и стайлинг, и работу с клиентами, и именно коммерческую часть, именно продающую часть, то есть то, что вы не найдете вообще ни в русскоязычном интернете, ни в англоязычном интернете. То есть людей таких, у которых есть опыт, как у меня, вот работы с лучшими студиями, с такими заказами, то, что я и в СНГ работала, но при этом и с западными странами, и при этом я вот об этом всем рассказываю, таких людей вообще нету, ни в англоязычном, ни в русскоязычном пространстве. Поэтому, если вы хотите работать именно с заграничными заказами, хотите работать в долгу, хотите работать качественно, то вам, безусловно, нужно вот все это изучить, что у меня есть на курсе. Иначе вы рискуете остаться просто вот на месте, а когда вы стоите на месте, вы движетесь назад. То есть вы можете так просто быть на 5 лет позади вообще других людей. Вам будет сложно поднять чек без этих знаний, потому что я конкретно разбираю именно вот эти вот все вещи, что вас выделяет, как сделать такое портфолио, чтобы оно соответствовало вот ниши, адекватно соответствовало, чтобы это был профессиональный уровень, а не просто вот какой-то там фрилансер непонятный. И вы, я вот даже не буду говорить, что вот вам там понадобится 10 лет, чтобы там прийти к моему уровню, а вот у меня в курсе, вы там придете к этому там за месяц. Я даже так не буду говорить, потому что вы даже если 10 лет своей жизни потратите вот просто на архвиз, вы все равно не сможете тот опыт, скорее всего, приобрести, который есть сейчас у меня, потому что те знания, которые у меня обладают, мне нужно было поехать буквально на другой конец света, чтобы вообще это все понять. То есть вам, чтобы этот путь повторить, помимо там вот этих там 9-10 лет, вам еще нужно будет поехать в другие страны, пожить там несколько лет, поработать в студиях, в лучших, и только тогда вы сможете прийти к такому же уровню. Поэтому я это подчеркиваю и подчеркиваю то, что именно этот опыт я стараюсь передавать людям на обучении. В гильдии я вот именно рассказываю про нишу архвиза в целом, вот как раз таки не про то, как кнопки нажимать, а вот про особенности рынка разных стран, про типы клиентов. То есть вы будете знать все секреты работы лучших студий, лучших художников. И я вот придаю свой уникальный опыт, свою систему, вот так, чтобы вы могли делать рендеры быстро и красиво. Это вот мой принцип работы, потому что если вы не делаете быстро и красиво, вам будет очень сложно на этом рынке устоять и вообще на нем зарабатывать. Потому что если вы делаете красиво, но долго, вы просто не купите вообще это все. Если вы делаете плохо, то вас не будут выбирать. Поэтому вы должны и быстро делать, и красиво делать. И у меня в гильдии есть прям личная работа, именно индивидуальная, и я вот довожу вас до результата конкретными шагами. То есть я выдаю вам реальный проект, не что-то там по референсам. Я вам рассказываю про фундамент рынка архвиза, вот как раз таки про специфику стран, про цены, про клиентов, про стиль и так далее. Я работаю индивидуально с каждым, то есть в формате таком вот именно личном. Мы с вами делаем интерьер и экстерьер, ну там в зависимости от тарифа, ну вот мы с вами рендер, вот я делаю с каждым. Я контролирую вашу скорость и прогресс. Вот я сейчас провела марафон, и там люди мне писали, такие прям сопы там, разные люди, они писали, офигеть, оказывается, я за два дня могу делать то, что там делал за неделю, там за две, то есть потому что я дала четкие инструкции, все, у людей сразу скорость взлетела просто вообще от одного такого касания со мной. И я, конечно, буду отслеживать ваш прогресс, чтобы вы там не топтались долго на месте, чтобы вы именно все делали вовремя, чтобы вы успевали все и понять, и отработать на практике. Я проверяю, вот как вы делаете камеры, проверяю, как вы делаете стайлинг, свет, материалы, колор грейдинг, конечно же, стори тейлинг, вот эти вот все поинты, я каждый этот поинт проверяю, оценивают хорошо, это плохо. То есть я с вами на связи по каждому вашему шагу. И я довожу каждую вашу картинку до состояния это можно продать. То есть я вообще вот даже сейчас, когда смотрела ваши рендеры, вот этот разбор, я там, может быть, сильно там что-то критикую, но потому что я смотрю на это глазами, это можно продать или это нельзя продать. Поэтому вот, соответственно, такие комментарии на каждую картинку. И, кстати, после курса я еще помогаю с арт-дирекцией для вашего первого заказа какого-то. То есть я вас не бросаю, я стараюсь вам помочь тоже там, посоветовать что-то по картинке, как ее улучшить, уже когда вы будете работать с реальным своим первым заказчиком, ну, в смысле, первым после курса. Поэтому вы не можете не сделать результат у меня на курсе. Если вот вы делаете домашки, то по-любому у вас все получится. То есть в гильдии мы вот именно разбираем секреты продающего рендера, именно вот как сделать высокое качество, как ставить ракурсы, как повысить именно свой уровень. То есть это все у вас получится. Индивидуальная работа, как я уже сказала, но при этом у нас еще есть куратор технический. То есть я там отвечаю за арт-дирекцию, за вот эти все фундаментальные вещи, такие самые важные. А насчет каких-то технических вещей у нас будет куратор, который, если что, вам подскажет, там, какие-то вот там у вас, может, пробелы есть, затыки, что-то вы там технически забыли, не поняли вам. Куратор будет помогать, чтобы вы еще и технически тоже у вас никаких проблем не было. И лучших учеников мы оставляем для себя, берем себе в команду, чтобы, если что, вам делегировать заказы, чтобы вместе над какими-то проектами работать, потому что не своим ученикам мы просто не можем доверять, потому что качество не соответствует тому, что нам нужно. И в конце курса вы гарантированно сделаете работу в портфолио. Если вы выполняете домашки, то, безусловно, у вас будут новые работы в портфолио. И именно, когда вы работаете в формате со мной с обратной связью, у вас будет высокий результат, и именно в этом случае я вам могу передать весь свой опыт. То есть я в лекциях очень много вам всего рассказываю, но именно на практике я вам могу дать больше. Я вам могу по каждой ситуации больше раскрыть там про ту или иную деталь какую-то в процессе нашим рабочим. Вот реальный проект, как я уже сказала, и причем мы смотрим на ваш уровень. Если у вас уровень достаточно такой сильный, то мы вам даем проект попроще. Если у вас хороший уровень, мы даем проект такой вот посложнее, пообъемнее. То есть это тоже учитывается. Программа курса у нас, вот я фундамент вам рассказываю, архитектурной визуализации, потом у нас работа с интерьером, с экстерьером, и еще мы затрагиваем монетизацию, как зарабатывать на ваших навыках. Также в этом, на гильдии искусств Стас вам даст урок по сегменту клиентов. У нас еще будет урок по улучшению рендера с помощью искусственного интеллекта. То есть тут тоже вы не отстанете, потому что именно какие-то фундаментальные вещи там искусственный интеллект вам не поможет. А вот на стадии постобработки будет то, что нужно. Еще у нас есть блок база знаний, там именно технические все знания. Вот базовые по 3D Max, по короне, все эти вопросы там есть. И помимо этого у нас вот есть курс художественный архивист для коммерческих проектов, который Стас вел. И у нас есть там пакеты silver gold platinum. Вот лекции по вот этим пакетам тоже будут у меня в курсе, чтобы технические вопросы вы закрыли все. Если вдруг там у вас какие-то есть пробелы, проблемы. И вот это, кстати, от курса Platinum вот скриншот того, какие там у нас есть лекции. То есть там и фотограмметрия, и построение рельефа, и анимация объектов, и вот доработка сцен, анимация людей, работа с большими сценами. Вот даже есть про самопрезентацию в интернете, то есть тоже уже так про монетизацию, дополнительный блок, и даже постпродакшен в DaVinci Resolve. Вот у нас тут ребята отзыв пишут про этот курс, как он им понравился, что они очень довольны. Вот этот тот самый курс, он будет у меня тоже его лекцией в Гильдии искусств. Как я уже сказала, да, я вам после курса, когда вы закончите, получите первый заказ, вы будете там рендеры какие-то делать заказчику, можете обратиться ко мне, я вам там посоветую, как лучше что-то там исправить на этом рендере, чтобы он был еще более продающим. Ну и еще у меня будет игровая вселенная, чтобы вас именно мотивировать быть в колее курса. У нас там будут призы, баллы, соревнования, награждения. И вот, значит, тарифы. Тариф произведения искусства у нас есть, это самый такой крутой тариф, потому что там мы делаем с вами вообще полный сет рендеров. Картина – это такой средний тариф, но тоже с моей обратной связью. И набросок – это тариф там, где все в записи. Именно моя обратная связь – произведение искусства и картина. Но в картине мы с вами делаем только один интерьер и один экстерьер, а в произведении искусства мы с вами делаем 8 аш-рендеров. Там и бедрум, и басрум, и кухню, и вот даже ракурс птичка я добавила тоже. Потом у нас там про ценообразование в архвизе тоже есть на этом тарифе. И смотрите, вот это цены на сегодня. Такие цены для вас. Лично, кто смотрит эту трансляцию, вот там должны появиться сейчас у нас кнопки. Вот, вы можете ознакомиться с ценами. Потом тем, кто купит сегодня, вот, после этого и трансляции, бонус от меня – персональная консультация со мной на 10 минут. Поэтому, значит, смотрите тарифы. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сейчас их задать мне на трансляции, либо написать нашему менеджеру. Сейчас я с вами еще буду чуть-чуть на связи, и вы можете сейчас задавать вопросы, мне команда их передаст. И мы с вами уже закругляемся. Что заставило уйти из таких топовых команд? Ну, на самом деле, это было не такое легкое решение оттуда уйти, потому что мне очень нравилось там работать. Более того, меня там очень сильно холили и лилели, ну, вот, правда, честно скажу, очень хорошие были условия работы. Но мне захотелось побольше свободы, и я поняла, что у меня есть определенный потолок там и в заработке, и в развитии, то есть есть определенный потолок. То есть есть вещи такие там, которые, ну, я как бы, я не могу там какую-то такую должность невероятную занять. Ну, там я могу себе представить, что я, сколько я могу там зарабатывать, насколько я там могу продвинуться. Но я поняла, что если я буду работать на себя, то этот потолок, он будет значительно выше. То есть у меня намного больше будет возможностей. Вот поэтому. Ну и плюс, плюс еще это все-таки работа в найме. Несмотря на то, что, я повторюсь, мне там очень нравилось работать, идеальные условия работы. Но вот мне еще в силу моей натуры, Стаса натуры, мы такие люди, что вот нам хочется то там пожить, то здесь пожить, то на месяц там в Японию поехать, то еще куда-нибудь. И с таким как бы лайфстайлом легче, когда ты на себя работаешь. Поэтому мы оттуда и ушли. Ну и, конечно, зарабатывать можно больше тоже, когда работаешь на себя. Ну тем более, когда у тебя там уже нетворкинг налажен и так далее. Нейросети и стайлинг совместимы? Вот кто-то спрашивает. Ну, как бы нейросети хорошо вот применимы для постобработки, как я сказала. А стайлинг это отдельная вещь, вы должны в нем разбираться. Вообще вот все, что я рассказываю на гильдии искусств, вот эти фундаментальные вещи, большинство из этих вещей, они будут применимы к любому формату вашей работы. То есть даже если вы работаете в 3D Max, даже если вы работаете в Unreal, даже если вы работаете с нейронкой, на вас действуют все равно одни и те же правила по тому, насколько качественно должна выглядеть ваша картинка. У вот этого, как бы качества, у него есть определенные критерии. Вот тот же там свет, та же камера, тот же стайлинг. Вы должны в голове держать образ того, как должна выглядеть ваша картинка. Соответственно, если вы даже работаете в 3D Max или даже в нейронке, ваш аутпут, как бы вот это вот именно то, что вы должны выдать, вы должны это знать, вы должны понимать это головой, что у вас там должно быть. А если вы работаете в нейронке, и даже она там что-то там вам потрясающее выдает, но вы не знаете, как оно вообще должно выглядеть, то, ну, смысл как бы. Все равно вы будете в проигрыше. Вы все равно должны понимать, какой ваш рендер должен быть, что в нем такого должно быть, чтобы он продавался, чтобы он понравился клиенту, чтобы там все была окупаемость у проекта и так далее. Давайте еще вопросы. Так, ну, я смотрю, особо вопросов нет. Тогда давайте закругляться. До следующих встреч, до новых эфиров, до новых разборов. Желаю вам всего хорошего. Главное, развивайтесь в профессии. Главное, не ставите на месте. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok